Покраснение на головке члена половые связи, которые могли обострить старые дремящие инфекции. Чтобы проверить предположение, были взяты анализы на половые инфекции, посев на бактерии. В этом случае, конечно, мы рекомендуем не мыть головку полового члена подольше. На поверхности этого пятна мы получили при осмотре псориатическую триаду. Сначала это будет усиленное шелушение, потом терминальная пленочка и затем небольшое кровотечение. Это называется псориатической триадой при постепенном поскабливании элемента высыпания. Поэтому, в принципе, также высыпания на головке подходили под диагноз псориаз. При анализе на половые инфекции никаких инфекций выявлено не было. Ну и, соответственно, здесь данной патологии необходимо лечить псориаз. То есть необходимо провести инъекцию озона, натрия сульфата, кальция глюканата, витаминов, фолиевой кислоты, витамины В6, В12. Наряду с этим наружно мы облучаем подобные участки, если они ограничены, той же самой методикой пувотерапии. Что это такое? Это нанесение препарата мифорил наружного фотосенсибилизатора, да и облучение непосредственно, в нашем случае, головки члена и, соответственно, области бедра. Подобных облучений требуется обычно от 3-4 до 7-8 и, как правило, это приводит к полному разрешению подобных высыпаний, как и в нашем случае. Поэтому высыпания в области половых органов могут быть не только половых инфекций, хотя это бывает достаточно часто и в большом проценте случаев, но и непосредственно от кожных заболеваний, которые могут активироваться различными провоцирующими факторами, в том числе и приемом спиртных напитков, как в нашем случае. Поэтому, если у вас возникают какие-то высыпания в области половых органов, чтобы пройти диагностику лечения, вы можете обратиться к венерологам, урологам нашего медицинского центра ПЛАТНЫ ГВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных высыпаний. Ждем вас на наших клиниках. Лишь подписывайтесь на наш канал на ютуб и наш канал инстаграм. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok